Я капитан Рудерута Игорь Алексеевич на должности начальника связи командира ввода управления Габричного Терриористского дивизиона. Служу с 2011 года, в 2014 перешел на сторону Российской Федерации. И 24-го числа в ночь на 25-е мы находились до этого времени на учениях, так как нам сказало наше командование. На учениях мы занимались, занятия, конспекты. После этого 24-го числа в ночь построились колонны и мы выдвинулись, сказали, рейдами пройдем через границу. И на Новую Каховку. Наша задача была приехать в Новую Каховку, потом в город Николаев. Ну и дальше должны были пойти, у нас уже задачи никакой не было, другие войска на Одессу. Там, сказали, все договорено с властями, жилые дома не обстреливать. Будет все договорено, будете проходить просто рейдами, все будет нормально, как в 2014 году Россия забирала Крым. Когда мы прибыли в Новую Каховку, закрепились, поставили, наш дивизион поставил гаврицы. Мы не стреляли в дома, а там на поле. То есть сказали, что противник на поле и командир командовал на поле. Я хочу обратиться к народу Украины с прощением о том, что погибают люди, дети. И все, что нам говорили, это неправда. Хотел бы сделать звонок своей жене. Рассказать всю правду. Что здесь со мной. Когда мы сдавались в плев, там вышли обычные селяне службами. Я сказал, что надо прекратить огонь. Вышел первый этап, ним они сказали. Мы свои, смотрите, с чем мы воюем. Мы защищаем свои села. Вкратце я сразу понял все, что они мне сказали. Я сказал, дать оружие. Положил оружие, со мной было 11 человек. Алло, Валюшка, это я, Валюшечка. Смотри, со мной тут еще майор Шишканов. Поняла? Нас было 11 человек. Когда наш КамАЗ подбили, мы в посадке были. А потом, когда мы вышли, мы увидели, что это мирное население. Здесь военных формирований нет. То есть Путин дал такой приказ и так понял вот это. Помнишь, я говорил, что мы на учениях были и так далее. Это все ерунда. Они обстреливают Харьков, Киев. Дети погибают. Они жилые дома обстреливают. Там нет военных формирований. Это просто люди взяли оружие с собой. Я сдался за Юшка. Я сдал оружие. Поэтому давай там с Катей за Диму Шишканова, за меня. Я попрошу здесь извинения. Но как бы я еще и израдный. Ты сама понимаешь. И я здесь сдался в плен. Здесь со мной нормально обращаются. Нормально. Обращайся в фонд солдатских матерей, чтобы нас обменяли. Пока не поздно. Потому что Путин такое натворил. Когда ты мне звонила, у меня просто не было возможности. Уже далеко я был. Помнишь, я говорил, я далеко. Телефоны у нас тогда все позабирали. Специально, чтобы мы не знали. Дали нам эти уколы про медов. Для того, чтобы мы могли вколоть его. Это как наркотик. И не чувствовать, если там нас ранят, ногу оторвало. Или еще что-то. В общем, вот такая вот ситуация.